Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 мая, у нас тепло уже, второй или третий день, не помню точно, но очень хорошо тепло. Тоннели открыты с двух сторон. Я сейчас вот сюда заглянула и хочу поговорить про полив, потому что некоторые не до конца понимают вот сам принцип выращивания в тоннеле, и очень часто приходят вопросы, а как вы поливаете вот там вот, ну дальше, в глубине, далеко, как достаете, какой-то длинной леечкой или открываете. Ой, в прошлом году я все это рассказывала, но как всегда Новый год, новые люди. Сейчас буду рассказывать снова. В том и преимущество вот этого выращивания рассады, он намного легче, потому что ни разу за этот месяц я не буду их поливать. То есть томаты растут совершенно без полива, этой влаги им хватает. А почему хватает? Потому что мы высаживаем в ранние сроки, когда земля еще мокрая, вот до того мокрая она, что она еще не успела просохнуть, только снег сошел, мы сразу хоп, начинаем высадку. И я подхожу, конечно, и вот тот же самый способ, который я описывала и про лотки, я подхожу, конечно, и проверяю вот так рукой раз, разгребла землю. Вы видите, что она вся влажная, тут нет пересушенной земли, она очень-очень влажная. Особенно хорошо сохраняется влага в те дни, когда еще нет жары и когда тоннели закрыты, когда там термос-тоннель. Она же не испаряется никуда, он нигде не поддувает, нигде никаких нет дырочек, отверстий. Так можно вообще полтора месяца томаты держать, только открывать на несколько минут торец, ну, чуть-чуть так, чтобы воздуху им дать, и снова закрывать. Конечно, сложнее вот в такой период, когда жара. У нас 25 градусов вчера было, 25 градусов сегодня. И все-таки из-за того, что вот эти вот концы открыты, то есть с этой стороны, сюда ветерок задувает и немножко высушивает. Но высушивает обычно вот это вот первые, ну, там 5 рядов, те, куда попадает вот это вот. Ну, вы сами понимаете, на улице жарко, открыл, здесь уже проветривается. И я врать не буду, что совсем не поливаю. Вот эти вот торцы, стоя с этой стороны, иногда приходится поливать. Просто беру лейку и вот это начало поливаю. Ну, поверьте, там в конце никогда не пересыхает, еще ни разу не было, чтобы томаты в тоннеле засохли. Сидели и месяц, они у меня здесь сидели и полтора месяца. У них сейчас очень сильная будет корневая система, потому что, я уже рассказывала, на улице было холодно. Вверх, вот эту зеленую часть, они как бы приостанавливают, но они же тоже не дураки. Они видят наверху очень холодно. Значит, еще вылазить рано, но не то, что вылазить, а распускать все свои вот эти вот хвостики. Они сильно не распушаются, они в это время усиленно наращивают корневую систему. Потому что они прекрасно знают, что если даже листья замерзнут, если даже все это засохнет, отпадет, если будет целая корневая система, им нужно будет потом череп спасанок как-то себя восстановить. Это все уже заложено давно природой. Короче, я вам говорю, вот поверьте на слово, потом вытащу, посмотрите. Корневая система у них в два раза сильнее, чем у тех, кто выращивается дома в комфортных условиях. Жизнь заставляет их о себе позаботиться. И вот они наращивают эту корневую систему. И поэтому, даже когда верхний слой земли просохнет, вот на какое-то, ну пусть там 2 сантиметра, 3 сантиметра, поверьте, корни у них уже далеко в глубине. И никакая засуха им не грозит. И даже вот с торцов у нас сейчас, вот жарко же уже, вот раскопайте на 1 сантиметр, там все влажное. И у людей складывается такое ошибочное впечатление, что если он сидит в тоннелях, если температура жаркая, если температура высокая, если уже огород мы поливаем, вынуждены поливать, то здесь нужен будет полив. Поверьте, полива не нужно. Я много лет вот так выращиваю, никогда, ни разу в жизни в тоннелях не поливала, не открывала для этого пленку. Начнем поливать, тогда, когда откроем пленку. Вот я сейчас пойму, как сомкнутся у них все ряды, будут они уже здоровые такие, окрепшие. И будет нормальная температура, я буду знать, что скоро высадка уже в грунт, и температура ночная не будет минус, тогда я открываю вот этот полок, и тогда начинаю полив. Буду поливать так же, как остальные томаты, раз в неделю, наверное. Но раза два за весь сезон я полью, перед тем, как продавать. И особенно часто поливать начинаю, когда уже начинается продажа, начинается выемка. Выемку делаю только с влажного грунта, потому что я их не подкапываю, ничего не делаю, я просто их беру за стволик и вот так выдергиваю, и вот так выдергиваю. Нужна очень влажная и такая, как сказать, почва, которая не будет его удерживать. Она будет такая, как даже, как сказать, ну грязь, не грязь, но заливаю очень хорошо, чтобы выемка проходила легко и безболезненно. Я его выдергиваю вместе со всеми корнями, и обычно при таком способе выдергивания корневая система не повреждается вообще. А вот когда начинаем подкапывать совком или чем-то, мы обязательно обрубаем корни, повреждаем, хотя и это ничего, но выдергивать быстрее. Если мне надо, например, сто штук надергать, я пошла, как морковку, прям выдергиваю их и все, а выкапывать очень долго. Все тут уже оптимизировано давно у меня. Вот это про полив. Это, конечно, только для тех, кто интересуется, кто, может быть, наметил себе какой-то план на будущий год попробовать, повыращивать, и вот он, его эти сложности полива, может быть, пугают. Сразу говорю, не пугайтесь, поливать их не придется. Это самый простой способ выращивания. Вы видели, я посеяла семена, все, больше ничего не делала, не пикировала, никакие-то там ни пересадки, ни перевалки не делала, они у меня были в лотке, и один раз, вот самое сложное, из лотка рассадить на эту грядку, рассадить и закрыть. Все, больше тоже ничего не делаем. Ни про полки, некоторые говорят, как вы пропалываете. Да зачем их пропалывать? Иногда вот этой травой все зарастет сплошным, я же не могу туда залезть. И трава, и помидоры, все вперемешку, но я ведь скоро их буду выдергивать, зачем мне лишний раз тратить время пропалывать? Я просто потом их выдерну, а траву уберу. Травища будет очень большая, потому что у нас тут мокрицы много, и видите, сколько травы с перегноем приходит. Ну, то, что растет трава, меня радует, я уже говорила, раз много травы, значит, здесь тепло, хорошо, комфортно, значит, томатам тут хорошо. Все, до свидания. Это про особенности выращивания томатов в тоннелях, а именно о том, что выращиваем целый месяц без полива. Некоторые не верят, но это действительно так. И этот способ я вообще считаю самым простым, самым легким, самым доступным, самый дешевый способ выращивания. Без теплицы, без лотков, без стаканчиков, без лишней работы. Посеял, потом рассадил на улицу, через месяц выкопал, продал. Все. И на эти деньги накупил для них же, для следующего года опять. Дуги укрывной, и все на свете. Круговорот в природе. Круговорот в природе.